Приветствую всех, с вами Олег Саламаха И сегодня мы с вами посмотрим, как закончились в партии группы B То есть 6 других шахматистов Как мы с вами знаем, из 12 шахматистов они разделились на 2 группы 6 человек, то есть 3 пары игроков играли вчера И сегодня играют другие 3 пары игроков Ставьте лайк до просмотра видео Это позволяет здорово продвигаться моим обзором в рекомендациях Ну и также напоминаю, что для всех моих зрителей и подписчиков действует уникальное предложение Подписка от Combo, от Mail.ru Group Музыка, видео, скидки на еду и такси, а также многое другое Все в одной подписке по моему промокоду уникальному Можете перейти по ссылочке в описании, ознакомиться, что вы получаете Ну и соответственно вы получаете 60% скидку на первый месяц пользования Пробуйте, если понравится, то можете написать об этом в комментариях Ничего плохого я вам предлагать не буду Рекламирую только то, что знаю и чем пользуюсь сам Значит, с одной стороны это очень полезно, поскольку вы получаете сразу же, можно сказать, комбо Да, ну так и называется комбо, то есть вы получаете скидку и на музыку, и на фильмы, и на такси, и на еду, и на все-все-все В общем, пользуйтесь на здоровье по моему промокоду Ссылочка первая в описании Ну а мы с вами начинаем Сегодня играла другая шестерка суперграссмейстеров, которая состояла из Максима Вашелограва, Дин Леженя, Яна Непомнящего, Фабиана Круаны, Тимура Раджабова и Аниша Гири В первом туре играли Фабиана Круана с Дин Леженем, Ян Непомнящий с Тимуром Раджабовым и Максим Вашелограв с Анишем Гири Белыми играл Ян Непомнящий, черными играл Тимур Раджабов Д4, конь Ф6, С4, Е6, конь Ф3, Б6, Ж3, слон Б7, слон Ж2, слон Е7 На доске новоиндийская защита Рокировка, рокировка, конь С3, конь Е4, слон Д2 Играют белые, и черные забирают слона на поле Д2 После конь бьет Д2, ферзь бьет Д2 У черных временно преимущество двух слонов Д6, Е4, конь Д7, ладья Д1, А6, Д5 Белые играют и заставляют черных прояснить ситуацию в центре Как мы видим, черные играют такую ежовую структуру Но ходом Д5 белые вклиниваются своими пешками Слон Ф6, и конь Д4 последовала новинка В партии предшественницы играли просто Б3 Получая вот такой вот интересный клинок пешечный по центру Достаточно симпатичная пешечная структура Итак, конь Д4, нападая еще раз на Е6 Слон бьет Д4, ферзь бьет Д4 И теперь, как мы видим, преимущество двух слонов у черных испарилось Е5, черные закрывают игру Ферзь Д2, ферзь Е7 Ф4, ладья Е8 И Ф5 играют белые, полностью запирая центр И перенося тяжесть игры на фланги Конь Ф6, А3, белые будут пытаться атаковать от собственного короля Б5, черные же в ответ пытаются контратаковать на ферзевом фланге Все по науке ЦБ АБ, А3, поскольку угрожало Б4 Слон А6, угрожая ходом Б4 выиграть качество Но, так Но вот здесь, конечно, Тимур Аджабов не очень верно оценил позицию Поскольку, я не помню, если играет конь А2 Делает очень сильный ход Конь идет на поле Б4 Поэтому Тимур Аджабов, чтобы ход его действительно был не лишен идеи Играет Б4 И после конь бьет Б4, я не помню, еще и жертвует качество После слон бьет Ф1, ладья бьет Ф1 Проблема этой позиции заключается в том Для черных, что, несмотря на то, что у них лишнее качество У белых все равно здесь перевес Дело в том, что позиция полностью заперта И у ладьи нет оперативного простора Ведь ладьи, они хороши именно на открытых вертикалях А здесь, как мы видим, открытыми вертикалями даже нигде и не пахнет Конь Д7, ферзь Е3 Х6, Х4 Ферзь Ф8, ладья С1 Конь С5, конь С6 И после конь Д7, поскольку угрожало Б4 Белые все равно играют Б4, стесняя черных еще больше Х5, ладья А1 Конь Б8, конь А5 И после конь Д7, слон Ф1 стало понятно, что действительно ошиблись черные Совершили стратегическую ошибку тем, что пожертвовали качество белые То есть они съели качество, поэтому ошиблись Такой вот удивительный парадокс Вроде бы у черных лишние качества, а позиция хуже Поэтому Тимур Раджабов пока не поздно жертвует назад качество Играет ладья бьет А5 И после БА играет ладья А8, нападая на ослабленные белые пешки А6, конь С5, теперь пешка теряется Слон Е2, играет в ответ Ян Непомнящий Атакуя пешку на поле А5, которая очень слабенькая Конь бьет А6, слон бьет А5 Конь С5, ладья Б1 Ладья А4, нападая на пешку на поле Е4 И после ладья Б4, вот здесь Тимур Раджабов ошибается Играя ладья бьет Б4 Не следовало уводить белым пешку с вертикали А Ход ферзь А8 приводил к равной позиции Дело в том, что пешка на поле А3 падает Поскольку хода, как мы видим, ладья Б3 нет Конь с поля С5, это поле сторожит Поэтому пришлось бы бить на поле А4 Ну а после ферзь бьет А4 совершенно другой калинкор Позиции черных ничуть не хуже После слона Ф3, защищая пешку Черные могут сыграть ферзь С2 И на самом деле, несмотря на то, что здесь у белых сейчас лишняя пешка Выиграть не так-то просто Поскольку конь на поле С5 очень активен, силен И вообще связка коня с ферзем чрезвычайно опасна Где-то конь Б3, конь Д4 грозят переводы Тут вообще непонятно, у кого лучше А слон напоминает большую пешку Несмотря на то, что у белых пока лишняя пешка по вертикали А Но ладья бьет Б4 Играя Тимур Раджабов После АБ конь Д7 Ферзь А7 Черные попали под неприятное давление Ферзь Д8, защищая слабость на поле С7 Король Ж2, король Ф8, слон Е2 Конь Ф6, король Ф3 Ж6, играют черные в попытке Попытаться прорваться своим ферзем И где-то объявить вечный шах ФЖ, ферзь С8 Точный ход угрожает ферзь Ж4 Король Ж2, уходя из-под шаха Но вот здесь ход Ж7 был очень силен На король бьет Ж7, теперь уже король Ж2 И получается так, что здесь в вариантах угрожает ферзь Е3 Возвращение и ферзь Ж5 Итак, король Ж2 ФЖ Слон Ф3 Отмечу, что здесь нельзя бить на поле Е4 Ввиду ферзь Е3 Как раз то, что ферзь мчится на поле А6 Проигрывает за черных На коне Ф6 следует Ж7 И брать нельзя, ввиду ферзь Ж5 И теряется конь Итак, ФЖ Слон Ф3, защищая пешку Ферзь Д8 Ферзь Е3, угрожая шахом с поля А6 Король Ж7 не пустили, но ферзь Ж5 Итак, белые добились максимума Дальше они будут надвигать пешки И кажется, что у черных позиция проигранная Но пока еще нет Ферзь Е8 Ж4 И только вот здесь допускают ошибку Черные, играя ферзь Ф7 Стесняя своего ферзя и короля Королю не помешало бы отступление на поле Ф7, как мы вскоре увидим в вариантах Здесь ферзь Б5 был очень сильно Дело в том, что ферзь нападает и на пешку И грозит где-то ворваться в белые тылы Например, Х5, тогда ферзь Е8 Теперь все защитили черные И, например, Х6 Король Ф7, ферзь Е3 Вроде бы стеснили черных Да нельзя Но король Ж8 Ж5, конь Х7 И выясняется, что пешка на поле Ж5 Не только сила, но и слабость Угрожает ферзь Д8 И отъедать все пешки Король Ж3, ферзь Д8 Король Х4 Белый король вроде бы все успел вовремя защитить Но после ферзь Б8 Слабости белых дают о себе знать Ферзь нападает на пешку на поле Б4 Слон Ж4 И показываю критический вариант Ферзь бьет Б4 Черные забирают Белые вторгаются Слон Е6 Король Х8 И выясняется, что конь на поле Х7 Настоящий Могучий защитник Ни поле Ф8 Ни поле Ф6 Недоступно для белых Он все поля держит Поэтому ферзь Ф3 Ничего Ничегошеньки не дает Значит белым Никакие вторжения не работают Никакие шахи Поскольку ферзь черных Сам нападает на пешку Поэтому здесь После короля Х8 Единственное на что могут рассчитывать Белые Это сыграть слон Ф7 Нападая на пешку Ну тогда просто Конь Ф8 И выясняется, что С наскоку Пробить оборону черных Не удается В анализе везде Черные держатся Итак После Ж4 Было сыграно ферзь Ф7 Чересчур пассивно Ферзь С1 Теперь маятником Пытается раскачать Эту позицию Ян Непомнящий Ферзь Д7 Нападая на пешку Король Ж3 Защищая Ход Ж5 Здесь уже приводил к победе После коня Х7 Король Ж3 Король Х8 Выясняется, что Слон через поле Ж4 Переходит Ну и В анализе везде Значит прорываются Белый ходом Х5 Черным очень тяжело Держать все слабости Итак Король Ж3 Ход все равно Идейный Хороший И вот здесь Ошибаются Черные играют Конь Ж8 Позволяя стеснить себя Еще больше Ферзь Ф7 Надо было опять играть Скрипя зубами Ж5 Конь Е8 Слон Ж4 Король Х7 Слон Е6 Ферзь Ф8 И после Б5 Конь Ж7 Находится вот такой Точный ответ Брать на поле С7 Белые не успевают Поскольку Тогда Черные спасаются Путем вечного шаха Видите, что Белые держат Поле Ф4 Под контролем Ну а так После слон Ж4 Защищаясь от шаха С поля Х5 Ферзь Б8 Напали на пешку Х5 Прорыв ЖХ Слон Ф5 Конь Ф5 ЕФ Кажется, что вот-вот Белые выиграют Поскольку у них связанные Проходные пешки Идут Но точным ходом Ферзь А7 Анализ показывает Что черные Все-таки спасаются У них активный ферзь Угрожает где-то Ферзь А4 С всевозможными шахами На шах Просто играем Король Ж7 И ничего не получается У белых везде Черные в вариантах Спасаются Несмотря на то, что Их позиция очень стеснена Итак, конь Ж8 Последовала Ж5 И вот теперь уже Позиция проиграна Ферзь Д8 Слон Ж4 Конь Е7 Еще одна ошибка Ферзь Б8 Еще позволяла Значит Закрутить Что называется Игру Но здесь Ферзь С3 И выясняется, что Черные Все равно попадают В Цук Цванг Неизбежным Где-то прорывом Ходом Х5 Белые все равно Сломят оборону Соперника Растянут Итак, конь Е7 Теперь слон Е6 И выясняется, что Угрожает Ферзь Ф1 И Ферзь Ф6 Такое вот Вторжение Хода Ферзь Ф8 Нет, поскольку Теряется пешка На поле С7 И все Оборона Растянута Ферзь Ф8 Б5 Даже не забирая Пока пешку Поскольку мы видим Что шах Выручает Черных Но вот Ходом Б5 Ян Непомнящий Ставит Тимура Раджабова В положение Полнейшего Цук Цванга Смотрите Что теперь делать Конь не ходит Потому что теряется Пешка Ц С шахом Король не ходит Потому что Будут давить Еще дальше Белые Черных Поэтому пришлось Играть ферзем Ферзь А8 Но теперь Ферзь Ф1 Угрожая ходом Ферзь Ф6 И спасения нет Ферзь Е8 Ферзь Ф6 Шах Король Х7 Х5 Финальный прорыв И здесь Тимура Джабов Сдался Ввиду тотального Превосходства На взятие Конечно следует Просто слон Ф7 Ну и дальше Ж6 Или ферзь А6 С матом Неизбежным Короче здесь В любом случае Уже Черные Проигрывают Вот так вот Можно сказать Значит Закончилась Эта партия Здесь кстати Даже не надо Слон Ф7 Играть Здесь просто Мат в один ход Можно вот так Объявить Не мудрствуя Лукава Ну слон Ф7 В принципе Ничего не портит Ну конечно Мат в один ход Старше Итак Ян Непомнящий В первой партии Одерживает Очень Убедительную Победу Сейчас Вы на экране Видите результаты Участников Кто как Сыграл в первом туре И мы с вами Идем дальше Во втором туре Играли Дин Лежень С Ани Шемгири Тимур Раджабов С Максимом Вашьелагравом И Фабиана Круана С Яном Непомнящим Белыми Играл Фабиана Круана Черными Играл Ян Непомнящий С4 Конь Ф6 Конь С3 Е5 Ж3 Д5 СД Конь бьет Д5 На доске английское начало Вариант 4 коней Слон Ж2 Конь Б6 Д3 Слон Е7 Слон Е3 Рокировка Вадя С1 Вадя Е8 Конь Ф3 Конь С6 Рокировка Слон Ф8 Играют черные И после Слон Ж5 Ян Непомнящий Освобождает Не Ян Непомнящий Вернее Фабиана Круана Освобождает своего слона Пешка готова Пойти вперед Ферзь Д7 А3 А6 Слон Д2 Ферзь Д8 Конь Е4 А5 Конь С5 И белые В результате того Что позиция закрыта Они маневрируют Маневрами они добились Достаточно существенного перевеса Дело в том Что угрожает где-то взятие На поле Б7 С отскоком коня И конь на поле С6 Будет провисать А4 Ферзь С2 Уже создавая где-то Угрозу отпрыга коня Ладья А7 Ладья Е1 Конь Д4 Конь бьет Д4 ЕД И Е4 Играет Ян Непомнящий Что ж я все время путаю Не Ян Непомнящий А Фабиана Круана Ян Непомнящий защищается черными Итак ДЕ Слон Е3 С6 Конь Е4 Слон Е6 Слон С5 Ладья А8 Наступает пора маневрирования Точной игрой Ян Непомнящий все-таки сумел Защитить свои слабости На ферзьевом фланге Слон Ф8 Ладья Ф8 Конь С5 Слон С8 Ладья Е4 Ладья Е8 Ладья Е1 Ладья Е4 Ладья Е4 После Ладья А5 Х3 Король Ф8 Д4 Ладья А8 Черным непонятно что делать Ян Непомнящий пока ходит туда-сюда Ладья Е1 Ж6 Ферзь Д2 Напали незаметно на пешечку Король Ж7 Ферзь Ф4 Пытается раскачать оборону Фабиана Круана Конь Д7 Играет Ян Непомнящий попытки упростить позицию И после Конь Е4 Создалась очень неприятная угроза Хода Конь Д6 С атакой пешки на поле Ф7 И с заездом Ладьи на поле Е8 Ну и вот здесь Ян Непомнящий К сожалению зевнул Он играет Ладья А5 И этот ход сразу же проигрывает партию Поскольку после хода Конь Д6 Выясняется что Черным не защитить все свои слабости Единственной возможностью Было сыграть Ферзь Е7 Дело в том что Конь не может никуда отскочить Поскольку Ладья на поле Е1 Также Не защищена Ну и Ферзь успевает Защитить Звуполучный пункт Ф7 Итак Ладья А5 Последуя от Яна Непомнящего И после Конь Д6 Конец Угрожает Ладья Е8 Висит пешка на поле Ф7 Конь Ф6 И все равно Ладья Е8 Очень красивый Таксический удар Наносит Американский супергроссмейстер Если взять Ладью То следует взятие на Ф7 Пробой И просто взятие на Е8 Угрожает Ферзь Е7 мат А в случае Ферзь Д7 Решает вот такой мат Поэтому после Ладья Е8 Пришлось играть Ферзь Д7 Но тогда просто потерялась фигура Ладья бьет С8 И хотя Я Непомнящий Рассчитал вариант Достаточно глубоко Поскольку после Ж5 Ферзь отгоняется От защиты Коня Но Ферзь Д2 Вот почему ход Ладья А5 Еще оказался плохим Ладья попала под бой Ладья А6 Тем не менее Висит Конь И висит Ладья Но Ферзь Б4 Защитили Коня Конь защищает Ладью И ходом С5 Черные нападают на Коня И в результате После ДС Ладья бьет Д6 СД Ферзь бьет С8 Черным удалось На самом деле Не остаться без фигуры Но в результате Они остались просто Без двух пешек В окончании После СББ7 Ферзь бьет А3 Ферзь бьет А4 Дальнейшие попытки Осложнить игру Ни к чему не привели Был сыграно А5 Не помогает Конь Ж4 Ввиду Ферзь Д4 Шах Защитили пункт Ф2 И потом просто сыграли СББ2 Ну у белых абсолютно Выигранная позиция Пешка Д идет Ферзи А после Ферзь бьет А4 Аш5 Дальше особо без комментариев Я не помнящий пытался Еще что-то сделать Но ничего не получилось Пешки прут Очень много пешек У белых Огромный материальный перевес Разменялись Ферзи И Позиция стала технической Король прорывается Две лишних пешки И позиция легко растягивается Оборона Значит Черных легко растягивается За пешку А придется отдать фигуру Ну а пешка Ф пройдет Ферзи Сдался Ян Непомнящий На 64 ходу Друзья Сейчас вы видите на экране Результаты участников Кто как сыграл во втором туре И мы с вами идем дальше В третьем туре играли Ян Непомнящий с Дин Леженем Максим Вашивограф с Фабиано Кураной И Ани Жгири с Тимуром Раджабовым Белыми играл Ян Непомнящий Черными играл Дин Лежень Д4, конь Ф6 С4, Е6 Конь Ф3, Д5 Конь С3, слон Б4 На доске ферзевый гамбит Защита Рогозина Слон Ж5, ДЦ, Е4 А6, слон Ф6, ферзь Ф6 И слон БЦ4 Итак, белые получили захват центра Но С5 Черные, конечно же, центр подрывают Они с своей участью не согласны Рокировка СД Е5, ферзь Д8 И конь Е4 Белые жертвуют, как мы видим, временно пешку Пешка на поле Д4 остается в живых Рокировка ферзь Д3 И белые даже ее пока не забирают Слон Е7, ладья Е1 Все это теория И только ход ладья Е1 Новинка Ранее играли А3 Итак, ладья Е1 Конь С6 Теперь черные на самом деле В пешку вцепляются Ладья Д1 Ферзь С7 Конь Ж3 Конь Б4 Ферзь Е2 Д3 В удобной редакции Скидывают черные для себя пешку Поскольку Теперь слон на поле С4 Атакован Ферзь Е4 Играют белые Они хотят все-таки Попытаться Организовать какую-то атаку Например, там Конь Ж4 Конь Х5 Ферзь Ж4 И так далее Но Б5 Гасит атакующий Порыв Дин Лежень Внуждая взять на поле Д3 После слон бьет Д3 Конь бьет Д3 Ферзь бьет Д3 Слон Б7 Ферзь бьет Б5 Теперь уже черные Пожертвовали пешку Ради обладания двумя слонами И после ладья Д8 Б3 Слон бьет Ф3 Преимущество двух слонов состоит в том Что всегда одного из них можно разменять Портит Дин Лежень структуру Белым ЖФ Слон Ж5 Король Ж2 Слон Д2 И после ладья Е4 Ладья Д5 Дин Лежень сдваивается ладьями По вертикали Д Мы видим, что ладьи белых стеснены Ферзь С4 Ферзь Д7 Никаких разменов Ферзь А4 Здесь, кстати, с точки зрения компьютера Ладья Ж4 Было достаточно сильно Опять же, потому что Хотим сыграть ферзь Е4 И потом прыгнуть где-то конем На поле Х5 В вариантах Получалась очень сложная позиция Итак, ферзь А4 Вновь предлагаю размен ферзей Ферзь Д8 Ладья Е2 Ладья Д4 Ферзь А6 Ферзь Д5 И пока белым не удается согнать Слона с поля Д2 Ладья Е4 Попытка разменять наконец-то ладьи И здесь день лежения ошибается Играя Ладья Д8 Это достаточно серьезная ошибка После которой у белых Перевес уже близкий к решающему Надо было просто сыграть Ладья Д3 Не меняться И позиция была бы в рамках равенства Итак, Ладья Д8 Ладья бьет Д4 Ферзь бьет Д4 Дело в том, что после Конь Е2 Черные попали под мертвую связку Угрожает выигрыш фигуры Хода Ферзь С3 нет Что делать? Ферзь бьет Е5 Пришлось играть Тактическим путем Пытается решить проблему День лежения На самом деле теперь Это не выигрыш фигуры После взятия Взятия Значит, давайте взятия Взятия Следует Ферзь Ж5 Двойной удар И отыгрывается фигура Поэтому после Ферзь бьет Е5 Ферзь бьет А7 Играют белые Забирая пешку И получая две Связанных мощнейших проходных Ладья Д5 Ферзь Е7 Ф5 И вот только здесь Я не помню, если ошибается Надо было играть Конь Ж3 Не пуская Ферзя на поле Е2 И позиция была бы У белых здесь С перевесом Поскольку все-таки Две проходных пешки Давали о себе Впоследствии знать Хотя Выигрыш достаточно сложен Здесь на самом деле В вариантах Итак, Конь бьет Д2 Ход самый, казалось бы, логичный Но натыкается На Ферзь Е2 Висит ладья Если ладья уходит То следует Ладья бьет Д2 И черный резко Активизируется Поэтому Ян не помнящий Форсирует ничью Ходом Конь Е4 Вот такое вот Красивое перекрытие Угрожает Взятие на Е6 И после ладья бьет Д1 Ферзь бьет Е6 Король Ф8 Ферзь бьет Ф5 Получается Позиция без качества У белых Но у них Три пешки После Король Ж8 Ферзь Е6 Король Ф8 Ферзь С8 Король Ф7 Ферзь Ф5 Король Ж8 Ферзь Е6 Король Ф8 А4 Пытается Ян не помнящий Все-таки поиграть на победу Понимая что Вечный шах от него Никуда не денется Но День Лежень Был настроен Миролюбиво И объявил Вот такой вот Вечный шах То есть Большего здесь У черных нет Заигрываться им тоже нельзя Пешки у белых Нельзя недооценивать И партия завершилась На 47 ходу Вот таким вот Вечным шахом Очень сложная Запутанная партия В которой я не могу Показать все варианты Потому что иначе Выпуск чересчур Затянется Идем дальше Белыми играл Максим Вашьеваграф Черными играл Фабиана Круана Д4 Д5 С4 И С6 Конь Ф3 Конь Ф6 После ферзь С2 ДС С перестановкой ходов У нас возник Принятый ферзевый гамбит Ферзь бьет С4 Слон Ф5 Ж3 Е6 Слон Ж2 Слон Е7 Рокировка Рокировка Ферзь Б3 Ферзь Б6 Конь Д2 Владя Д8 Конь С4 Нападая на ферзя И Попытаются Значит белые пытаются Заставить черных Разменяться Но черные не меняются Играют ферзь А6 Слон Ж5 Конь Д7 Итак Позиция Устаканилась Обе стороны Закончили развитие Позиция примерно равная Владя Е1 А6 Слон Ф4 Конь Б6 Конь Е5 Ферзь А4 Теперь уже черные сами Ищут спасение В размине ферзей Слон Д2 Слон Е4 Ферзь А4 Конь А4 Все-таки Размен ферзей достигнут Пешка на поле Б2 Атакована Б3 Конь Б6 Слон А5 Неприятная связка Владя Д5 Слон С3 И С5 Играют черные Освобождая позицию Как мы видим Черным Не хватало Немножечко пространства Теперь же Все нормально Е3 Владя Д8 Владя Д1 Конь Д5 Напали на слона Слон А5 Владя С8 Владя С1 Б6 И после слона Е1 Наступает стадия маневрирования А5 А4 Итак Закрыли игру На ферзевом фланге Владя С7 Конь С4 Владя С8 ДС Слон Бет С5 Конь Д4 Слон Бет Г2 Король Бет Г2 Произошел размен Белопольных слонов Слон Бет Д4 Владя Бет Д4 Позиция еще Немножечко Упростилась Конь Д7 Е4 Конь Ф6 Владя Д1 Владя Б8 Защищая пешку На поле Б6 Которая могла быть Атакована В случае отхода Коня Мы видим Что белые Создали очень неприятное Давление Но пока черные Держатся Ф3 И вот здесь Фабиана Круана Делает очень серьезную ошибку Играя Король Х7 Не следовало Уводить короля Из центра Несмотря на то Что сейчас на доске Вроде бы Метельшпильная ситуация Ферзей нет Но все-таки Много еще Фигур на доске Но ход Король Х7 Оказался ошибкой Надо было играть Конь Ц5 Контратакуя пешку На поле Б3 Фабиана Круана Не хотел Как я понимаю Допускать шаг С поля Д8 После Владя Д8 Владя бьет Д8 Владя бьет Д8 Король Х7 Конь бьет Б6 Белые могли Вроде бы выиграть Пешку Но черные в ответ Съедали на Б3 И на самом деле Позиция абсолютно равная Итак Король Х7 И Ж4 Последовал очень сильный ответ Угрожает слон Ж3 Видите как Влади неудачно встали У черных Е5 И вот здесь Максим Вашевограф Упускает Часть перевеса Ходом Владя Д6 Ход кажется Очень логичным Нападаем на пешку На поле Б6 Давим Хотим сыграть Х4 Ж5 Прогнать коня И съесть коня На поле Д7 Который будет лишен Защиты коня На поле Ф6 Но здесь Намного сильнее Было сыграть слон Ж3 Нападая на пешку На поле Е5 Сразу же дважды Слоном и конем После взятия Выясняется Что взяли на С7 И после Владиа С8 Просто слон Д6 Висит пешка На поле Д4 Угрожает Е5 Угрожает взятие На Б6 Если конь уходит И здесь у белых Был бы большой Позиционный перевес Итак Владя Д6 Конь С5 Контратакуем пешку На поле Б3 Конь бьет Е5 Конь бьет Б3 Х4 Б5 И Ж5 И вот здесь Фабиана Курана Уже действительно допускает Решающую ошибку Ходом Конь Х5 Ход кажется логичным Черные хотят Перевести Коня через поле Ф4 Например на поле Е6 Но конь отдаляется На край доски И это Решающим образом Сказывается Надо было играть Конь Е8 После Владя Д7 Владя Д7 Конь Д7 Напали на Владю Но можно сыграть Владя Б7 И опять же Ничего страшного С черными не случается Да У белых Поприятнее позиция Но у черных Также есть Контроигра На ферзевом фланге Связанная с проходной Пешкой А Итак Конь Х5 Ошибка Последовал Конь Д7 И вот этот ресурс Как раз и зевнул Максим Вашевограф Выясняется Что Владя Атаковано Хода Владя Д8 Просто нет Поскольку После Коня Ф6 Можно остаться Сразу же Без качества Да и плюс еще И пешка там висит На поле Б5 И теперь Владя прогоняется Владя Ц8 Было сыграно Если сыграть Владя А8 Тогда просто АБ А4 Ж А3 Б6 И выясняется Очень интересный Вариант Владя Б7 То есть Очень интересная Идея Смотрите У черных Кажется Что проходит Пешка Но Владя Ц6 Точный ответ Угрожая Владя Ц7 А2 Слон Ц3 Защищаясь От прохождения Пешки Ферзи После А1 Ферзь Слон А1 Конь А1 Кажется Что у черных Просто выигранная позиция Поскольку у них лишняя фигура Но вот конь на краю доски Это позор И здесь Белые выигрывают Ходом Конь Ц5 Атаковано Владя На Владя Б8 Просто Б7 И угрожает Взятие на А1 И Владя Ц8 И белые здесь Просто побеждают Несмотря на то Что у них не хватает Фигуры Итак Владя Ц8 Было сыграно АБ А4 Б6 Владя Б7 Слон Б4 И после Конь Ф4 Шах Король Ж3 Конь Е6 Черные достигли Своей цели Перевели коня На поле Е6 Но какой ценой Король Ж4 Белые резко Активизируются И вот здесь После Владя Ц2 Ж6 Пропускает Вот такой Красивейший Тычок Фабиана Круана И выясняется Что его позиция Проиграна Брать пешкой Нельзя Висит конь С другой стороны А что делать Если брать королем А было сыграно Как раз Король бьет Ж6 Если сыграть Король Ж8 То тогда взяли Король бьет Ф7 И конь Е5 Шах Чтобы не потерять Коня Надо играть Король Ф6 И здесь решает Ход Владя Д5 Дело в том Что угрожает И Ф4 Ф5 И конь Д7 И все на свете Здесь у черных Просто проигранная позиция Поскольку они Стоят под матом Итак Король бьет Ж6 Ну и здесь Черные Получили мат Смотрите как красиво Конь Ф8 Шах Королю на поле Х7 Обратный путь Заказан Король Ф6 Е5 Шах Взятие вынуждено Король бьет Е5 Ладья Д5 Шах Король Ф6 И вот такой Симпатичнейший мат Объявил французский Суперграссмейстер Ладья Ф5 Мат Очень красивый Мат И огромное спасибо Американскому Грассмейстеру Фабиану Курану Фабиану Куране Который позволил Максиму Вашилограву Объявить Вот такой Красивый мат Именно На Доске Друзья Сейчас вы видите На экране Результаты Участников Третьего тура И мы с вами Идем дальше В четвертом Туре играли Максим Вашилограв С Дином Леженем Ани Жгири С Яном Непомнящим И Тимур Аджабов С Фабиана Круаной Белыми играл Тимур Аджабов Черными играл Фабиана Круана Д4 Конь Ф6 Конь Ф3 Д5 С4 Е6 Е3 Слон Е7 Б3 Рокировка Слон Б2 С5 На доске Дебют Рэйти Слон Д3 ДЦ БЦ Конь С6 Рокировка Конь Б4 Играют черные И водя Значит слон Е2 Увели слона После Б6 Конь Д2 Слон Б7 А3 Конь С6 Водя С1 Белые закончили развитие Водя С8 Водя Е1 И последовали упрощения На самом деле Давайте друзья Здесь посмотрим Без особых комментариев Поскольку самое интересное В этой партии Происходило В глубочайшем Эншпиле Сейчас друзья Мы просто с вами Пролистываем партию Увидим что сейчас Будет позиция Стремительно упрощаться Переходить потихонечку В Эншпиль Итак Разменяли Ферзей Дальше черные Немножечко захватили Инициативу Но пешка на поле Д4 Слабенькая Отсталая Разменялись И вот здесь На самом деле Повторюсь Ничего особо интересного Не происходило Давайте Пролистаем Просто чисто Чтобы показать Партию вам целиком Значит Белые нападают На пешку На поле Б3 Черные Как мы видим Защищаются Но после Король Бьет И Как бы он Говорит о том Что окончание Ладья с королем Против Значит Ладья с королем Против ладьи с королем И слоном Он защитит То есть Знает точную защиту Тимур Аджабов Азербайджанский Суперграссмейстер Мы с вами знаем Из теории Что 40% Таких окончаний Выиграны За сильнейшую сторону Слон Ф4 Играет Фабиана Круана Слон бьет Е5 Слон бьет Е5 И возникло Вот такое Окончание И на самом деле До поры До времени Защищался Тимур Аджабов Великолепно То есть Все он делал правильно Создал защиту Кахрена Которую я разбирал В своих роликах Значит Можете Посмотреть Сейчас по подсказке Которая возникает В правом верхнем углу Ознакомиться Как нужно Выигрывать В окончании Ладья со слоном Против ладьи И так же Как нужно защищаться Прикрепляю вам Оба моих ролика Так вот Здесь Путем проб и ошибок Черные Все-таки Пытаются Замотовать Белого короля Загнать его В позицию Филидора Которая Оказывается Выигранной За Сильнейшую сторону Но пока Этого не удается Давайте друзья Досмотрим партию Как она была Значит Закончена А потом вернемся К этому Позиции И я покажу Как белые Здесь спасались Единственными ходами И что здесь Не учел Тимураджавов И так После ладья Ж3 Был сыграно Ладья А7 Угрожает Шах Шах И шах И потеря ладьи Ладья Е3 Шах Слон Е5 И возникла Позиция Филидора Ладья Ф3 Ладья Ж7 Шах Король Ф8 И к Величайшему Сожалению Белых Ладья На третьей Горизонтали Которую Нужно на самом деле Сильнейшими Маневрами Загонять Именно Вот на эту самую Горизонталь Поскольку она Оказывается Проигранной Эта горизонталь Поскольку она Коротка Она уже На третьей Горизонтали Находится Поэтому выигрыш Несложный Ладья Ж4 Вот в чем идея Угрожает Слон Д6 Шах И ладья Ж8 Мат И белый В цукцванге Если сыграть Король Е8 То следует Слон Ф4 Перекрытие И угрожает Мат С поля Ж8 На король Ф8 Следует И шаха С поля Е3 Заметьте Нету Видите Как слон С поля Ф4 Вырезает Это поле Для ладьи После ладья Ж4 Было сыграно Ладья Е3 Но тогда Ладья А4 Вновь угрожая Матом Король Ж8 И ладья А4 Все От мата На поле А8 Спасения нет Нужно отдавать Ладью И здесь На 114 Ходу Фабиано Курана Американский Гроссмейстер Значит Победил То есть Тимур Аджабов Признал себя Побежденным Теперь Друзья Давайте Вернемся И увидим Что здесь После слона Ф6 Единственный ход Спасал белых Это ход Ладья Ж2 Теперь После ладья А7 Кажется Что вроде бы Все то же самое Угрожает Шах Шах И шах И выигрыш Ладьи Но спасает Единственный ход Ладья С2 Ход Ладья Е2 Проигрывает Напрашивающийся ход Поскольку После слона Е5 Вновь получается Позиция Филидора Ладья Ф2 Ладья Ж7 Шах Король Ф8 Ладья Ж4 Вновь угрожая Шах И мат Король Е8 И ладья А4 И вот эта позиция Выиграна За черных По таблице Налимова Значит Можете убедиться Самостоятельно Но если вы Посмотрите ролик Как нужно выигрывать За сильнейшую сторону То у вас этих вопросов Не возникнет Итак После Ладья С2 Единственный ход Выясняется идея Шах Король Ф8 И после Казалось бы Выигрывающего хода Ладья Х8 С угрозой Ладья Х7 С угрозой Ладья Х8 Мак Находится спасительный Шах Ладья С6 И вся конструкция Матовая За черных Рушится И белый На самом деле Здесь держится Короче Ход Ладья Ж2 Спасал А ход Ладья Ж3 Как мы с вами Увидели Оказался Проигрывающим Партию Вот такой вот Удивительный Парадокс И вот почему Нужно Четко знать Как нужно играть В этих Окончаниях Хотя конечно В цитноте Запомнить Все эти тонкости Для человека Абсолютно Нереально Сейчас друзья Вы видите на экране Результаты участников Четвертого тура Группы Б И мы с вами Идем дальше В пятом туре играли Дин Лежин с Тимуром Раджабовым Фабиано Курана с Анишем Гири И Ян Непомнящий С Максимом Вашьевагравом Белыми играл Фабиано Курана Черными играл Аниш Гири Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон Б5 Конь Ф6 Д3 Слон С5 На доске Испанская партия Берлинская защита Слон Ж5 Х6 Слон Х4 Д6 С3 Рокировка Конь Д2 Ж5 Играют смело Так от короля Черные Слон Ж3 Конь Х5 И на самом деле Получается Позиция Которая характерна Для итальянской партии Но слон Стоит на поле Б5 Слон бьет С6 Бц Д4 Даже планы Те же самые Белые прорываются По центру ЕД Конь бьет Д4 Конь Ж3 ХЖ Ферзь Ф6 Защищая пешку На поле Х6 Ферзь Х5 Слон бьет Д4 СД Ферзь бьет Д4 И Ани Ждири Ничего не боится Кажется что вроде бы Черному королю Сейчас Вскоре придет Придут кранты Да Поскольку после Ферзь бьет Х6 Вроде бы мат грозит Но ходом Ферзь Ж7 Красмейстер Из Нидерланды Все защищает Рокировка Защищая Одновременно Еще и пешку На поле Б2 Водя Б8 Нападая На пешку Е5 Ну единственный ход На самом деле Потому что Уже очень опасная Позиция Б3 Короля Вскрывать Не хочется Там ферзь Врывается Просто на поле А1 Со страшным Эффектом Итак Е5 ДЕ Конечно нельзя Брать ферзем Ввиду ферзь Х7 мат Такие вещи Гроссмейстера Не зевают Итак ДЕ Временная Диагональ Перекрыта Конь Е4 Блокада Угрожает Конь Ф6 С немедленной Победой Ф6 Ход единственный Ф3 Слон Ф5 Ферзь Бьет Ж7 Наконец-то Фабиана Курана Меняет ферзей Король Бьет Ж7 Конь С5 И кажется Что у белых Все отлично Позиция хорошая Ладья Б5 Играет Анижгири Нападая на коня Конь А4 Ладья Б4 Б3 Ж4 Черные Прорезают Здесь Пешки У белых Ладья Д2 Ладья Б8 И вот здесь На самом деле Угрожает Ладья Бьет А4 И Ладья Б1 Мат И вот здесь Поэтому завидев Эту угрозу Увидев эту угрозу Фабиана Курана Допускает Просто фатальный Зевок Играя Конь С5 На самом деле Фабиана Курана Давненько Не допускал Конечно Таких зевков Таких разгромов Конечно Здесь надо было Просто сыграть Ладья Д1 Освобождая Поле Д2 Для короля И ничего страшного Здесь с белыми Бы не случилось Но Померещиваясь Что-то здесь Итальянскому Гроссмейстеру Увидел он Идею Что грозит Ладья Бьет А4 И ладья Б1 Мат А ходом Конь С5 Он не увидел Что ходом Ладья С4 На самом деле Черные Просто нападают На коня Брать то вновь Нельзя Из-за ладья Б1 Мат И хода Ладья С2 Нет Поскольку Слон с поля Ф5 Держит это поле Под контролем Пришлось Немедленно сдаться И получился Вот такой Симпатичный Разгром Ввиду Вот такого Грубейшего Зевка Со стороны Одного Из сильнейших Супер Гроссмейстеров Планеты Такая вот Специфика Интернет шахмат Друзья Все зевают Все мы люди Не зевают Как говорится Только машины Сейчас друзья Вы видите на экране Результаты участников Финального Пятого Тура Группы Б И Также вы видите Таблицу Из которой Видно Кто у нас Аутсайдер То есть мы сейчас Видим что На грани вылета У нас оказался Ян Непомнящий И Тимур Раджабов Именно их Выступление Сейчас находится Под вопросом То есть им нужно Будет набирать очки Во второй Игровой день Друзья Если видео Вам понравилось То ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Нажав на круглую Кнопку С изображением Фигурного коня Который Возникает Прямо сейчас Посередине Этого ролика Также Если вы Пропустили Обзор Предыдущего Или хотите Посмотреть обзор Следующего тура То щелкайте По конечным заставкам Расположенных Слева и справа От меня Слева будет Обзор Предыдущего тура Ну а справа Будет обзор Следующего тура Таким образом Вы не пропустите Все интересные события Проходящие на моем Канале Также Применяйте Уникальный промокод От меня Чтобы получить 60% скидку На сайте Комбо От Mail.ru Групп Еще раз Ставьте лайки Еще раз Подписывайтесь на канал Если вдруг Кого не уговорил В первый раз И увидимся На обзоре Следующих Супер турниров Счастливо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...